Привет, Goodgame! Мы на финалах студенческой лиги, и с нами наконец-то Старкрафтер. Привет, Лулу! Привет всем! Рад, что нас кто-то смотрит. Не прибедняйся, я выцепил его с автограф в сессии, и народ даже приходил, брал автографы. Ну да, и даже приятно, потому что Старкрафтеров замечают и говорят, о, у вас здесь, соответственно, идёт турнир, и здесь Саб-Зиры знаменитые играют. Поэтому, да, у нас были прецеденты, как минимум. Приходили люди, просили именно по Старкрафту дать автограф. Это приятно. А какие-то есть игроки? Вот я видел, Риал Поку подходил, кто-то ещё из тех, кто проживает в Ростове? Ну, приходил Риал Поку, потому что он, собственно говоря, здесь живёт. Кто не знает, это владелец и лидер команды Regenerate Gaming. Да, которые давно-давно были Russian Reed Guardians в 2014 году и так далее. Олдовая хорошая команда. Но, соответственно, остальные игроки, они все разъехались, потому что здесь был Bassett. Bassett сейчас в Питере живёт, как известно всем. Здесь был Genius, и Genius куда-то уехал, непонятно. Поэтому здесь из игроков остался, по сути, пока что только Саб-Зиро. Но его не выцепить, потому что он играет матчи на ВКСЛ. Он здесь как участник. Не как лидер студии 3D Clan с точки зрения режиссёра трансляции, а именно как игрок. Внезапно, да. И как у него успехи? Неплохо. Я заметил его матч против ML Protoss'а АВВ. В этот момент у меня сердечко ёкнуло, потому что я увидел поражение Саб-Зиро в этот момент. И я подумал, ну всё, это 2-0, и это не выход с первого места из группы Бена, который рассчитывал Саб-Зиро. Но потом пошла третья игра, был 12-й пул с хатой в стенке, жуткая грязь от Саб-Зиро, но он всё-таки победил. Поэтому у Саб-Зиро идут дела неплохо. Пока что ещё живём нормально. А в целом он сейчас не играет, да? Нет, конечно. На самом деле, если ты работаешь в студии 3D Clan, то ты не видишь больше жизни, белого света. Вы работаете либо в подвале, как это делает Саб-Зиро, либо на чердаке, как это делаю я. Да, и больше вы не играете в Старкрафт, в вашу любимую игру. Это всё в погромном особняке Дена Фризера. Именно так, конечно. Там огромный дом Дена Фризера. Вы не знаете, сколько у него комнат, знаете, только что ваше место. Это чердак и подвал, больше ничего. Любим Даниила Балихина. Нет, ладно. Если без шуток, то мы даже немножко готовились. Саби точно тренировался. Саби играл, готовился к этому. Ну, я парочку буквально билд-ордеров предложил. То есть, я, конечно, никак там серьёзно не советовал. И Саби сам прекрасно знает, какие билды ему нужно играть против потенциального финалиста Ашбрингера. Скорее всего, это будет он, как фаворит турнира. И мы немножко погоняли пару идей, ещё когда был чемпионат России. То есть, мы уже тогда обсудили, какие стратегии лучше играть. И посмотрим, что сыграет по итогу Саб-Зиро. У него есть билды в загашнике, так точно. И вообще, в целом, Саби, когда он играл, это был плотный такой, достаточно 6к зерк. Неплохой. То есть, это игрок, который опыт имеет. И комментирование помогает играть в Старкрафт, на самом деле. Это развивает немного мышление в игре. Поэтому, ну, в общем, аут и есть. Аут и есть. Смотри, это, видимо, командный турнир. То есть, если даже он побеждает, представим, то его команда может не пройти. Давайте мы поговорим про систему, которая здесь проходит. И какие шансы в целом у его команды и команда экзопстрайкера? Если смотреть непосредственно ситуацию на данный момент, на турнире, не рассматривать в целом систему проведения чемпионата, а рассматривать ВКСЛ-2022, то у ЮФУ, Южно-Федеральный университет, я не ошибаюсь, за который играет как раз-таки Саб-Зиро у него, неплохая ситуация. Соответственно, выступал Дмитрий Смит по телеканалу уже. Говорил, что ЮФУ должен брать топ-1. Ну, мы не знаем, возьмет ли топ-1, но в топ-3 они должны проходить точно, потому что у них хорошие игроки в соло-дисциплинах. То есть, они должны брать потенциальный Хартстоун, должны брать потенциальный Клэш-Рояль. В Старкрафте, как минимум, второе место должен им обеспечить Саб-Зиро как раз-таки. И даже за счет того, что у них хорошие игроки в одиночных дисциплинах, но не самые хорошие в командных, они все равно должны проходить в топ-3. Вот это, я не знаю, как это назвать, это изъян системы, которую предлагает ВКСЛ, или, наоборот, это ее достоинство, что как бы, несмотря на то, что есть плохие команды, есть вот игроки в индивидуальных дисциплинах, которые компенсируют это. Тут сложно сказать, потому что, ну, просто сложность игр отличается, разумеется, и сложность командной дисциплины, это индивидуально очень сильно отличается. И получается, что какие-то команды рассчитывают там на 2-3 людей, а какие-то команды должны рассчитывать там на 10 игроков, учитывая там команды в КС и в Доте. Наверное, это немножко плохая система, как минимум за счет того, что если вы прекрасно выступили, как, например, Люцифер в прошлом году, он выиграл строкрафтерский ВКСЛ, вы занимаете только топ-3 место, потому что другие игроки в вашей команде выступили хуже. То есть, допустим, вы там даже аутперформили, ваши другие игроки вас потянули на дно. Наверное, это несправедливо с одной стороны, потому что, ну, как бы вы заслужили почет, и какие-то даже призовые фонд, тут неплохой есть, какие-то вы заслужили призовые за свою победу. С другой стороны, ну а как ты по-другому это увяжешь все? То есть, это, наверное, какой-то компромисс, который они предложили, что вот будет такая ситуация, что у них будет возможность, соответственно, получить очки за каждую дисциплину, и только по сумме очков вы определяете чемпиона. Наверное, это какой-то компромисс. У меня больше вопросов к другому, на самом деле, отношению ВКСЛ. Может быть, меня больше не позовут после этих вопросов комментировать и анализировать, но я их все равно задам, потому что, мне кажется, что их задать нужно. Очень много в последние разы, ну, вообще в целом, когда начался ВКСЛ, очень много было вопросов с жульничеством на играх. Просто потому что эти матчи до финальной стадии, они проходят в групповом этапе и еще раньше, по-моему, в региональном этапе. И игроков судят региональные судьи. Наверняка многие помнят прецедент с мастером Васи, который судил Самарский регион, Самарскую область, и потом играл за команду Самарского университета, хотя не являлся его представителем. И это очень сложно проконтролировать, потому что судьи, они в любом случае как-то подвязаны с регионом, возможно, с университетом, возможно, там, бывшие студенты или еще что-то. И эта ситуация, она, ну, ее нужно как-то контролировать жестко. То есть такого, конечно, не должно быть. Игра должна быть максимально честной и справедливой. Например, сейчас тоже какие-то были проблемы, там возмущалась команда от мира, потому что что-то пошло не так в других дисциплинах, в которых не должны были их опережать. Миряшники – это очень сильный университет по киберспорту. Там в прошлом году они как раз, по-моему, в топ-3 заходили. В этом году они даже не отобрались в топ-8. То есть есть какие-то вопросы к контролю именно за проведением чемпионата. Вот здесь он прекрасно организован, нам все очень нравится, здесь все очень профессионально сделано, и сцена хорошо, и ведущий. И здесь очень важно, что аудитория живая, то есть она чуть ли не живее, чем на чемпионате России. Потому что здесь прям игроков встречают, строкрафтеров хайпили, когда выходил там Karma Prime, выходил не год, их прям поддерживали. Это здорово. Но вот с точки зрения предстоящих этому этапов, групповой этап, региональный этап, мне кажется, что там не хватает какого-то жесткого такого надзора, чтобы не допускались вообще такие подковерные какие-то интрижки в матчах, и чтобы было максимально справедливо и честно все. Ну потому что, опять же, от этого решается судьба не одного человека конкретного, более того, а судьба целого вуза. А это очень большое количество игроков и людей, которые стоят за игроками. Да, потому что если мы развиваем действительно студенческий киберспорт, а мы позиционируем ВКСЛ, да, как именно развитие студенческого киберспорта, то нужно делать так, чтобы студенты не просто играли от себя, да, но чтобы университет их поддерживал, делал какие-то вложения в этих игроков, да, там, обеспечивал им поддержку. Поэтому когда такое допускается на турнирах, такая несправедливость, то страдает огромное количество людей. Не один человек, а целый университет. Такого не должно быть. В целом, как тебе, вот, вас вчера привезли сюда, да, как тебе отель, как вообще организация турнира? Ну, я уже краешком отметил ответ на этот вопрос. Соответственно, хорошо здесь все, очень приятная команда, снова мы работаем с ребятами из Рухаба, вот, все очень профессионально, очень приятное взаимодействие, то есть нет никакого стеснения, смущения, все очень свои. В этом плане работать намного проще и комфортнее, потому что все единомышленники, все топят за киберспорт, это очень важно. Когда ты понимаешь, что ты не будешь осмеян, что киберспорт, Старкрафт, что это такое? Здесь, конечно же, есть шутки про то, что Старкрафт до вас никто смотреть не будет, но, тем не менее, это дружеские шутки, и ребята все разбираются в том, что это за дисциплина, принимают ее, принимают ее сложность, и, возможно, из-за этого ее не такую популярность высокую. Здесь все равно приятно работать с командой, то есть это очень приятно, организовано здесь все хорошо, никаких вопросов к этому нету. Наверное, это достаточно содержательный ответ на этот вопрос. Смотри, вот у нас есть большой киберспорт, есть студенческий. В обычном спорте, сколько я знаю, не так часто представители вузов, да, ведь там тоже есть аналогичные турниры, добиваются каких-то серьезных успехов. Чаще всего тот, кто уже, допустим, добился, да, где-то успехов, его приглашают при выступлении. Вот здесь есть какая-то другая специфика, что, допустим, кто-то здесь сыграл, его могли бы заметить, взять в 3D, допустим, или еще куда-нибудь. Ну, я думаю, что, как минимум, это работает, наверное, может быть, не на супермировом уровне, да, но на каком-то уровне региональном, я думаю, это действительно работает, потому что если вы хорошо себе покажете на турнире, пускай это региональный турнир, да, пускай там это чемпионат России или ВКСЛ, вас в любом случае может заметить какая-то команда и потом позвать вас к себе в организацию. Особенно если это какой-то нишевый спорт, типа Старкрафта, если вы здесь показываете хороший уровень игры, вас могут потом забрать в команду. Если, мне не изменяет память, Эжбрингер сейчас играет за Старком в Академике, если бы этого не было бы, у него клан тега за ним, то я думаю, что по результатам его игры его могли бы позвать в какую-то региональную организацию. Вот, но тут отдельный вопрос про то, что у нас в стране в целом плохо с региональными организациями, по Старкрафту и сейчас в целом. Вот, но будь это года три назад, то его точно бы позвали. Да нет, я думаю, что действительно здесь есть возможность такого трамплина, какого-то потенциального большого киберспорта. Я думаю, что есть. В первую очередь, наверное, вот эти турниры и ВКСЛ в целом, как возможность игрокам принять участие на таком турнире, это опыт, который дает им возможность вообще определиться. А вам, вас как бы это мотивирует, да? То есть вы вообще по-настоящему зажигаетесь, когда вы играете в дисциплину, когда вы сражаетесь с игроками прямо на сцене, потому что если нет, то, конечно, у вас ничего не будет в большом киберспорте. А если да, то, возможно, после такого турнира, как ВКСЛ, вы там, ну не бросите университет, конечно, бросать университет не надо, это плохо, вы доучитесь в университете и потом пойдете в большой киберспорт. Такой, я думаю, вполне такой возможный сценарий. Если представить лет пять назад, вот перспективы выступить на какой-то большой, крутой сцене, да? Это только DreamHack, который редко очень приезжал к нам, а сейчас это чемпионат России и вот эта лига. Это опыт громадный, да, и толчок к развитию должен быть. Да, однозначно, но это еще и мотивация, потому что когда был эпичный DreamHack в Москве в 2014 году, да, там, ну мне условно было 14 лет, и я это лицезрел, и я, конечно же, там не выступал, я был абсолютно никем, какой-то там алмазик, но это давало мотивацию. Потом, когда ты видел, что пять лет подряд, там, больше пяти лет подряд, на самом деле, нету соревнований крупных именно в твоей стране, это очень демотивирует. Был очень крутой 19-й год, если мне не изменяет память, потому что в 2019 году было где-то 10 лан-турниров проведено, причем проведено и ФКСом, и командой 3D Clan, за это огромное спасибо моей команде, несмотря на все мои шутки про Даниила Абалихи, но он большой молодец в этом плане, потому что в 2019 году реально было много очень активностей внутри страны. Было два поме-турнира, да, Роту, Москва, в 2018 году, по-моему, они прошли, и вот прям была такая череда крупных лан-турниров. Когда ты играешь на ладере и проигрываешь, ну ты думаешь, ну окей, очередной раз проиграл. А когда ты проигрываешь на лан-турнире, ты думаешь, ну все, я сейчас вернусь домой, я буду тренироваться 24 на 7, следующие три месяца я вернусь и всех порву, потому что это очень мотивирует. Когда у тебя нету такого опыта, это наоборот, соответственно, работает в обратную сторону, и понятное дело, что нельзя было ничего организовывать из-за ковида, мы очень сильно на этом всем погорели, и не было турниров, и старкартерская сцена очень сильно, в нашей стране, мне кажется, от этого ослабла, очень сильно проиграла. Но вот последние два года лан-финал в Тиабинске, лан-финал в Белгороде, чемпионат России, вот в КСЛ, соответственно, это действительно очень крупные лан-турниры, которые пытаются проводить на супермировом уровне. Пока, возможно, не все получается, как хотелось бы, но в этом направлении идут очень большими шагами, и это правильно, это круто. И действительно, эти турниры, они дают мотивацию игрокам. Потому что вот ты проиграл на чемпионате России, ты не попал там на сцену, условно, как Матвей, например, в прошлом году, ты даже не отыграл по итогу на сцене. Конечно, ты хочешь в следующий раз попасть в топ-3, в топ-2, чтобы хотя бы тебя увидели люди, за тебя болели прямо на сцене, когда ты играешь. То есть это большой буст мотивации. Некоторые говорят про призовые. Вот, допустим, ты общаешься с Сабзиро, он же здесь играет не ради призовых, да? Это престиж, это лан. Вот что он может... Ну, ты с ним общался, да? Для чего он играет здесь? Он же уже и не игрок, и может вообще без призовых остаться? Ну, я так скажу. Во-первых, конечно, мы с Саби общаемся, мы с ним большие друзья, вот, и он очень крутой. Кто не смотрел трансляции Сабзиро, обязательно посмотрите эти трансляции. Вот, ну, а, соответственно, касательно его мотивации, я никогда его не допрашивал, да? То есть я не могу сказать точно, что именно побуждает его играть за Юфу. Я уверен, что это не призовый фонд, потому что он здесь достаточно иллюзорен для команды. Опять же, вы не знаете за счет этой системы, вы попадете в призы или нет, вы можете вообще ничего не заработать, хотя вы даже выступите, возможно, хорошо. Но я думаю, что здесь работает такой принцип, как у любого другого строкрафтера. И особенно у того, который ушел из попыток в киберспорт, да, профессиональный, ушел в какую-то работу комментатором, там, пускай, там, работу менеджером студии, режиссером трансляции, неважно. У тебя есть какой-то незакрытый гештальт, я думаю, в первую очередь. И возможность хоть как-то перформить на сцене, на турнире крупном, да, когда, опять же, лишнее волнение, да, но за тебя там, например, стоит твой университет, ты понимаешь, что ты в ответственности за этих игроков, за результат итоговый. Я думаю, что он хочет показать максимум именно с этой точки зрения. То есть он хочет доказать, что он, пускай он уже не игрок, да, он комментатор, и, наверное, он уже не будет возвращаться в профессиональный киберспорт, ну, по крайней мере, в Старкрафте, да, может быть, опять же, это будет Эйджиум Парс, может быть, Шторм Гейт, откуда, и я не буду зарекаться за Саби, к тому же. Но я думаю, что в Старкрафте это, в первую очередь, попытка закрыть какой-то незакрытый гештальт. То есть это для себя, в первую очередь, возможность доказать, что, ну, я, да, я комментатор, но я все еще достоин, я достоин играть на неплохом уровне. Это неплохой уровень, действительно. Да, мы завтра с ним, я надеюсь, пообщаемся. И последний вопрос. Недавно нам показали трейлер новой игры от бывших Близзов. Как тебе впечатление? Ну, тут требуется моя личностная позиция. Она, конечно, это ангажированный вопрос, на самом деле. Потому что, ну, я понимаю, почему трейлер мог людей разочаровать. И, конечно, он меня тоже немного разочаровал по понятным причинам. Все смотрели этот трейлер, все поймут, о чем я говорю. Я думаю, что здесь работает, как обычно, система Джефф Килли звонит за... А тебе что не понравилось? Мне не понравилось, наверное, в первую очередь. Там есть, конечно, вопросы к графике, вопросы к какому-нибудь саунд-дизайну. Это все второстепенно абсолютно. Потому что это фиксится. Это не так важно. И, понятное дело, что это не Близзард, у которых там 4000 сотрудников, а это команда из 50 человек. И бюджет не тот. Мне не понравилось то, что там был сугубо трейлер. Если бы там была хотя бы какая-то малюсенькая вырезка геймплея, малюсенькая вырезка геймплея, было бы уже лучше. Если бы показали бы хоть что-то, да, хоть какой-нибудь зачаток интерфейса, уже было бы лучше. Они показали только три пре-пре-пре-альфа версии скрина, которые выложили в Steam. Это не то, на что ты рассчитываешь. Я понимаю, почему это произошло. Я понимаю, что, скорее всего, это было серия реально. Там Джефф Килли звонит за две недели и Тиму Мортон говорит, Тим, мы тут Summer Game Fest организовываем. Есть место под Frost Giant. И ребята такие, о-о-о, а у нас нет ничего. Быстро звоним там местному какому-нибудь монтажеру. Нам нужно сделать видеоролик за две недели. Но, может быть, это было как-то так. Потому что они явно находятся в пре-альфе. Они только собрали, видимо, бюджет на организацию производства нормального игрового процесса. То есть они только начинают свою работу, свою дорогу. Почему я позитивно смотрю на этот проект в целом? Потому что там действительно работают люди, которые разбираются в том, что они делают. Да, Тим Мортон, он реально StarCraft вернул в форму с Legacy of the Void, потому что я играл в Wings of Liberty, когда мне было 10 лет. Я играл в Heart of the Form, когда мне было 13 лет. Я прошел через все эти 10 лет StarCraft. Я могу сказать, что Lego of the Void вдохнула жизнь, конечно. Намного больше темп. Free-to-play модель должна была быть давным-давно, когда я в 10 лет приходил, объяснял своей маме в медиамаркете, почему я должен купить снова абонемент на лишний месяц в StarCraft. Это было ужасно трудно объяснить человеку. Я уверен, что очень много они погорели в нашем регионе, конкретно из-за этой системы. То, что новая дисциплина будет, free-to-play, однозначный плюс. Не понимаю ни малейшей претензии к этому. Абсолютно очевидно, что если спорт должен быть, киберспорт должен быть популярным, дисциплина должна быть бесплатной. Dota, CS, огромное количество примеров. StarCraft даже возрожденный. Free-to-play однозначно нужен, однозначный плюс. Команда там работает реальных людей, которые энтузиасты, которые загораются от этого. Тим Мортен, Тим Кэмпбелл. Соответственно, там работает Донг, который делал кооп-режим, который развивал его. Это очень круто. Там работает Джеймс Анхальд, к которому у меня лично есть претензии, потому что мне не нравится движок второго StarCraft, который убрал абсолютно всю вот эту атмосферу реальной войны, которая была в первом StarCraft, со всеми этими косяками, когда у тебя могло быть там только 12 юнитов в группе, в хаткей, но у тебя все равно был эффект за счет этого, что это война. У тебя там 10 тысяч одновременно, нигде ты не успеваешь, но это реально так. А когда ты играешь во втором StarCraft, у тебя ходит дэсбол полный отстой, у тебя абсолютно уходит какая-то иммерсивность. Мне не нравится это. Но Джеймс Анхальд знает свое дело, и он сделает нормальный движок, я в этом уверен. Даже на Unreal Engine 5 он сделает хорошую для них базу. Поэтому вера в проект есть однозначно. Более того, мы общались с ребятами, которые были на предпоказе, с киберспортсменами. Они точно шарят в играх, ребята. Не то, что я. Они точно в этом шарят. И они говорят, не обращайте внимания на трейлер, он, понятное дело, был собран там из чего угодно, чтобы просто показать, что мы что-то делаем, как с ТС-6 с беседкой. Но самое главное, что они говорят, что к ним прислушиваются, прислушиваются ко мнению игроков, прислушиваются ко мнению комьюнити. Это очень важно. Они знают, что нужно сделать, и они знают, что нужно показать в дальнейшем игрокам, чтобы это действительно стало массовостью. Большая проблема RTS-жанра, как мы все знаем, это то, что в реальный киберспорт играет 2-3% людей, а 97% играет в кооп, в компанию, и потом они уходят, потому что контента больше нет. И кто должен поддерживать сцену вообще? Да кто должен вообще заниматься развитием экосистемы? Нету людей просто, которые этим будут заниматься. Поэтому он должен быть массом, он должен быть популярным. Free-to-play однозначно плюс. Однозначно плюс скины, это хорошо. Пускай будет заплатную стоимость за небольшую типа вот этих фондов призовых, которые были в Старкрафте. Пускай это все будет, пускай поддерживают за счет этого киберспорт. Надежда в это есть, и мы будем ждать. Я очень жду этого. Я будете того скажу, я этого жду даже как игрок, потому что... Да ладно. Потому что он выйдет, мне будет 24 года. Я буду уже очень пожилым, я буду пожилой Лулу, которой уже ничего у него не удалось из-за жестокой жизни суровой взрослой в Старкрафте. Но тем не менее, она будет проще для игроков, там будет меньше порог вхождения, там будет возможность при этом нормально обскейлить как-то уровень. Я уверен, что это будет защита микроконтроля в первую очередь. И я даже хочу попытаться там что-то сделать как игрок, потому что я вот в этот проект действительно верю. И я думаю, что много таких людей, которые в этот проект верят, особенно которые, ну, вот такие вот фанаты, энтузиасты, стратегии как такового жанра. Надеемся на лучшее. Тебе желаем успехов и в комментировании сегодня и завтра и в киберспорте. Спасибо.